Зачем нужен семейный адвокат? Услуги адвокатов по семейным делам имеют свои нюансы и особенности. Каждое дело по своей сути очень уникально. Профессиональный адвокат, который специализируется именно в семейных делах, поможет урегулировать критические моменты конфликтов и сделать все возможное, чтобы решить их без судебного развирательства. Если же урегулировать вопрос без суда невозможно, адвокат поможет грамотно составить документы и выстроить выигрышную правую позицию и минимизировать потери обеих сторон. Надежный адвокат заинтересован в благополучии клиента и ориентирован на долгосрочное сотрудничество. Он станет для вас эффективным советником, предостережет от необдуманных поступков и сможет оказать профессиональную юридическую помощь в самых сложных ситуациях. Есть несколько групп семейных дел. Первая группа – это семейные дела и споры, связанные с брачными отношениями, заключение и расторжение брака, раздел совместно нажитого имущества, взыскание алиментов, определение места жительства ребенка и способов участия в воспитании, лишение и восстановление родительских прав и т.п. Вторая группа – это семейные споры между родственниками, правоотношения детей и родителей, в том числе имущественные споры и наследство. И третья группа – дела, касающиеся устройства детей и защиты их прав. Например, усыновление, опека, попечительство, патронат, приемные семьи и детские дома. Также семейные дела можно поделить на группы в зависимости от способа решения вопроса – в судебном порядке или мирным путем. Залог успешного решения проблемы в суде – это правильно выстроенная правовая позиция, профессиональная юридическая подготовка и грамотные составленные документы. А залог успеха в мирных переговорах – снова же профессиональная юридическая подготовка и богатый опыт в семейных юридических делах. Какие же риски ведения семейных дел без юридической помощи? Несмотря на то, что услуги адвоката стоят недешево, пренебрегая юридической помощью, семья и ее члены могут потерять значительно больше, не выстроив грамотную правовую позицию в спорах, например, лишиться имущества или денег, не получить наследство. Но что же нужно обратить внимание при выборе адвоката? Репутация адвоката и компании, где он работает. Это можно проверить с помощью сайта компании, социальных сетей, отзывов. С помощью единого реестра адвокатов можно проверить наличие у него действующего адвокатского свидетельства и его ограничений. Незнание юридического судебного процесса грозит потерей времени, нервов и долгими судебными тяжбами, которые могут длиться годами. Незнание своих прав может стать причиной лишения родительских прав, прав участия в воспитании детей или разлука с ними, прав распоряжения с своим имуществом, потери репутации и уважения. Публичная и научная деятельность. Опытный адвокат, работающий в рамках закона, как правило, публикует много профильных статей, комментирует законодательство и интересные кейсы. Такую информацию можно найти на просторах интернета и в социальных сетях. Узкая специализация. Адвокат, который специализируется в определенной области права, имеет больший опыт в делах, чем непрофильные специалисты. Посмотрите кейсы, в которых принимал участие адвокат. Ознакомьтесь с его судебной практикой. Так можно отследить количество успешных дел и их сложность. Качество юридической консультации. Закажите у адвоката письменную консультацию и юридическое заключение. По качеству его подготовки и сервиса обслуживания можно определить уровень компании и профессионализм адвоката в целом.